Так, всем привет! У нас сегодня лекция будет про NAT. Ну, такая лайтовая, особо практики не будет. Сейчас. Обзор, настройка. Смотрите, начну немножко издалека, чтобы было, ну, максимально, чтобы было понятно вообще, что это такое, что, зачем это все надо, что за NAT такой непонятный, да. Можно сказать, что интернет — это большая сеть. Ну, все примерно понимают, что у нас между компьютерами связи, там, да, мы можем соседу прокинуть провод, там, потом сосед — соседу, сосед — соседу, 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 и получится такая большая связанная сеть, которая, по большому счету, ну, как бы интернет и является, которая такой большой сетью. Про IPv4. Ну, мы сейчас будем говорить про IPv4-адреса, про адресацию. Про IPv6 не будем пока касаться этой темы. IP-адреса версии 4 у нас заканчиваются все, ну, все уже в курсе, да, что поэтому сейчас очень сильно внедряется шестая версия уже, да. Соответственно, чтобы этого избежать, что было придумано? Были созданы специальные организации, специальная организация, которая управляет блоками адресов, выдает их провайдерам, потом уже провайдеры выдают своим клиентам. Клиентам обычно выдаются DHCP-шные адреса, ну, все в курсе, в принципе, да, что, чтобы статический адрес получить у провайдера, надо проплатить специально денег ему за это. Плюс все равно адресов мало. Даже при том, что такой жесткий довольно контроль происходит, придумали несколько пулов адресов даже специально, ну, разделять вообще все адресное пространство, да, специально там у нас есть зарезервированные адреса для специальных организаций, там, для каких-то, не знаю, там, для научных нужд. И у нас есть несколько пулов адресов, так называемых частных сетей, да. Вообще в чем была идея, вот почему придумали какие-то частные сети, там, еще чего-то, в том плане, что вот эти вот организации, они раздают так называемые публичные адреса, IP-адреса. К примеру, если мы хотим там получить, ну, если бы у нас все было бы так просто, да, там, если бы публичных адресов было бы дофига, мы там, у нас там 5 устройств дома, да, нам бы надо было идти куда-то к провайдеру, там, говорить, дайте нам 5 адресов публичных, и у нас там будет 5 этих, 5 устройств, да, соответственно, появляется новое устройство, мы опять куда-то туда идем, где-то что-то просим, ну, это неудобно. Согласитесь? Соответственно, придумали вот это вот именно управление IP-адресами, чтобы мы могли сами рулить этим. Так же, как с Wi-Fi, да, у нас для Wi-Fi есть диапазоны 2,4 и 5 ГГц, да, это так называемые нелицензируемые диапазоны, в которых мы по факту можем творить все, что угодно. Ну, не все, что угодно, конечно, но, допустим, в пределах квартиры, там, в пределах какой-то ограниченной мощности, да, мы можем сколько угодно устройств там ставить, там, любую топологию создавать, еще все, что угодно. А в других, как их, только что сказал, выскочило из головы, в других диапазонах, вот, да. А в других диапазонах мы не можем, потому что они лицензируемые и может быть ай-яй-яй, если мы начнем там что-то делать. Вот, соответственно, с IP-адресами придумали то же самое, так называемые, ну, нелицензируемые или просто частные сети, да. Специально были придуманы частные сети, которые выдаются, ну, которые мы можем использовать у себя дома, да, и которые, блин, в любых конфигурациях, ну, не только дома, а там, ну, на работе, в предприятии, там, с этими IP-шниками мы можем делать все, что хотим. Это, так называемые, как раз вот эти вот три диапазона у нас есть. Смотрите, ну, помните, наверное, примерно, да, это вот диапазон, видно там, да, 10, 0, 0, 0, тире 10, 2, 5, 5, 2, 5, 5, ну, и так далее, да. Это первый диапазон, потом 172, 18, 172, 16, да, 0, 0, 172, 172, 31, это тройка такая, 0, 0, и, наверное, самый известный диапазон IP-атресов, да, 192, 168, 0, 0, вот так. И 192, 168, ну, и здесь 2, 5, 5 будет, 2, 5, 5. Соответственно, три диапазона, мы можем для своей внутренней сети выбирать любой из трех диапазонов. Но фишка в чем? В чем маленькая загвоздка такая, да, что вот мы на выбирали, вот у нас три диапазона, соответственно, людей-то много, много небольших сетей, домашних, рабочих сетей, много, да, там, соответственно, люди понабирали себе IP-шников из этих диапазонов, диапазоны начали пересекаться, соответственно, непонятно, как их, как их в интернет-то вообще маршрутизировать, маршрутизировать. Здесь вот нам помогает технология NAT, это так называемая технология Network Address Translation, наверное, трансляция адресов, по факту, вот если у нас, например, вот здесь вот моя сеть, какая-то домашняя, рабочая, там, все равно, 192, 168, тра-ля-ля, там, 24, да, 24. И здесь у нас включен NAT, здесь у нас может быть всего лишь один IP-адрес, какой-то внешний так называемый IP-адрес, и все обращения с внутренней сети будут транслироваться во внешний адрес, в один. Ну, я дальше поподробнее еще объясню. Еще вот эти вот диапазоны адресов некоторые ошибочно называют немаршрутизируемые. Ну, или их просто называют немаршрутизируемые IP-адреса, потому что они, типа, немаршрутизируются. На самом деле, ну как они немаршрутизируются, если мы, ну, вы помните, делали лабы, там, прописывали маршруты, там, ОСПФ, то же самое, протокол маршрутизации. Мы для маршрутов этих использовали наши приватные IP-адреса. Эти, если правильно, правильно говорить, то эти IP-адреса немаршрутизируемые в интернете. То есть понятно, да, что в пределах наших каких-то сетей внутренних мы можем с ними делать все, что угодно. Как угодно маршруты составлять, там, какие-нибудь Виланы прокидывать, VPN, как хотим. Но в интернет они не будут маршрутизироваться. То есть провайдер на выходе, вот здесь вот на, ну, если бы у нас был один маршрутизатор какой-то, да, соответственно, здесь вот наше домашнее облако, ну, какая-то домашняя сетка. Здесь этот провайдер интернетовский, интернет-сервис-провайдер, так называемый, ESP, если по-английски. Вот здесь он просто блочит, он все адреса, по идее, если хороший провайдер, если он там особо не косячит, да, что он, у него должно быть прописано, что все вот эти вот три блока адресов, вот, да, раз, два, три, они вот здесь вот будут просто блочиться. И все. То есть даже если мы что-то настроим у себя неправильно на нашем маршрутизаторе и пропишем, ну, сделаем так, что наши приватные IP-адреса попадут в интернет, после провайдера они дойдут, но после провайдера они не должны выйти. Там говорят какой-то, я вот, времени не особо было много, там, в каком-то году, там, в Европе была авария, связано как раз вот с этим делом, что один из сервис-провайдера забыл заблокировать приватные IP-адреса, соответственно, у его клиента, ну, вот, к примеру, здесь какой-то клиент был, да? Ну, его расключил был единственный, да, когда он был. А? 172, 16 там какой-нибудь, да, там были. Получается, вот здесь вот провайдер должен заблокировать их. Они забыли заблокировать. Клиент, настройки у клиента были тоже какие-то неправильные. Так, секунду, извиняюсь. Кто-то мне решил позвонить. Не перезвонил. Настройки у клиента были неправильные, соответственно, начал анонсировать свою публичную, приватные сети свои в интернет просто. Соответственно, вот здесь вот на пограничных маршрутизаторах ничего не было, никаких, ну, настроек таких, да, чтобы отбрасывать. И нет никакого резона вот этим вот маршрутизаторам, вот этому, ну, просто всем соседним маршрутизаторам друг другу не верить. Соответственно, один маршрутизатор получил эти сети, начал распространять во все, и случился коллапс. Там большой пипец был, не знаю, надо будет почитать, что там на самом деле случилось. Соответственно, вот для этого был придуман NAT, чтобы здесь, так, где здесь, здесь, вот это вот наш маршрутизатор, мы делаем так, что наши приватные IP-адреса транслируются в зависимости от наших настроек, в зависимости от нашего NAT, потому что типов NAT может быть несколько, я сейчас дальше чуть поподробнее расскажу, он будет транслироваться в приватные IP-адреса, вот из этих диапазонов, в внешние IP-адреса, ну, или в публичные IP-адреса, если можно так сказать, или серые IP-адреса, в белые IP-адреса тоже, ну, как бы надо знать эту терминологию, просто, чтобы вы знали и так, и всяк, что их называют по-разному. Ну, соответственно, добро пожаловать в NAT. Welcome to NAT. Так, немножко приведу еще такой RFC. RFC есть так называемый 19-18. Может быть, почитайте, на русском языке перевод тоже есть, я там смотрел. Как раз он регламентирует использование серых IP-адресов, вот, и все это расписывает. Посмотрите. РФЦ надо читать. Так, дальше. У нас есть, сейчас я пролетел чуть-чуть, вот так. На самом деле, типов NAT есть несколько. Ну, все знают, смотрите, у нас есть так называемый, сейчас я буду писать, первый тип, так называемый, статик NAT. Статик NAT. У нас есть динамик NAT. Есть третий тип NAT, так называемый PAD, или в терминах CISC, он называется оверлоадинг. Ну, я не буду писать большое слово, ленюсь. Оверлоадинг. В чем фишка? Почему, зачем нам придумали вообще, зачем придуманы три штуки, и чем они друг от друга отличаются? Обычно используется PAD. Начнем, наверное, с него. Смотрите, PAD это порт адрес транслейшн. Используется самый-самый распространенный, и у всех дома, у кого есть маршрутизатор, он использует этот PAD. Идея в чем? Идея в том, что наши приватные IP-адреса, ну, все знают понятие сокета, да, IP-адрес и порт назначения. Наши приватные IP-адреса PAD переделывает в публичные IP-адреса. Соответственно, приватный IP-адрес меняется на публичный IP-адрес, а порт сохраняется. Получается, на выходе мы меняем только IP-шник, порт остался, и на входе, когда нам идет уже пакет с интернета в нашу локальную сеть, мы смотрим, что, ага, вот этот вот порт соответствует вот этому порту, соответственно, вот этому IP-шнику. И 1.50 получит этот пакет. Ну так, вкратце. Динамик NAT. Динамический NAT придумали для чего? Для чего его придумали? Когда, например, у нас, у нас вот здесь, ну, когда обычно дома, у нас один есть IP-адрес здесь на выходе, да. Если у нас организация, у нас может быть какой-то диапазон IP-адресов, да. Там, не знаю, 200 какой-нибудь. А? Да, да, диапазон белых IP-шников. 200, там, 1, 1, там, 2, тире, 1, там, 1, 1, там, 6, допустим. И, так, я прошел сейчас про динамик NAT. Динамик NAT что делает? Он транслирует не просто какой-то IP-шник в один, да, вот здесь вот с разных компьютеров все именно в один IP-шник транслируется, в пати. А в динамик NAT он просто выбирает произвольный IP-шник из этого пула, из пула внешних публичных адресов и производит те же самые действия. Тоже с портами все остается. Также у нас есть static NAT, которые используются реже, но используются, как сказать, для таких интересных вещей. Например, когда у нас есть, он жестко привязывает, какие IP-адреса в какие транслировать, да. Например, у нас может быть такая штука, как перекрытие сетей. Например, вот у нас есть какая-то организация A, и здесь у нее будет в сети 10.1.0.0 сеть, например. Потом какой-то маршрутизатор стоит, там мы, маршрутизатор такой вот, мы через него связываемся. Вот это, допустим, наша организация, организация B. В нашей организации используют тоже сети 1.0.0. Да, что делать? Мы хотим из этой сети в эту сеть попадать. Один из вариантов использовать static NAT, который будет говорить, что ходи-ка через маршрутизатор в эту сеть, и он будет представлять вот эти вот IP-адреса 10.1.0.0, как сеть 10, например, 2.0.0. А отсюда мы будем обращаться в эту сеть, как сеть, например, 10.3.0.0. Мы можем представлять. Ну, по идее, понимаете, сети мы можем выбрать любые. И он будет жестко привязывать, допустим, да, там все IP-шники из этой сети к IP-шникам к другим сетям. Ну, как бы жесткое соответствие. Это вот, ну, просто один из вариантов использования статического NAT. Вот. Соответственно, давайте поговорим поподробнее про PAD. NAT, порт-адрес-транслейшн. Так как самый распространенный. Все это сотрем. Вообще, чтобы понимать NAT, наверное, я вам напомню, ну, я надеюсь, я уверен, что все примерно понимают, как у нас общаются компьютеры между собой, да, на всякий случай еще раз нарисую, что у нас происходит, допустим, когда у нас, у нас есть какой-то сервер, какой-то такой вот сервачок, у нас есть обычный компьютерик, соединим мы просто, ну, предположим, для простоты мы предположим, что мы в локальной сети, что у нас происходит, когда наш компьютер хочет подканетиться к веб-серверу. Мы открываем браузер. Все равно какой. Пофигу там. Не знаю, хром пускай будет. Браузер делает что? Браузер создает, или, ну, генерирует он... А? Он, короче, генерирует порт. Вот. Генерирует порт. Порты на компьютере у нас есть разные. Я забыл, что я хотел сказать. Портов у нас очень много на компьютере. Портов у нас на компьютере 65535. Вот сколько у нас портов. 65535. Ну, помним, да, что там до 1024 у нас порты, которые зарезервированы службами. Я надеюсь, там все помнят хотя бы самые основные. Если вот это у нас веб-сервер, так называемый, ВВВ, там, да. Ну, соответственно, порт у него какой будет? 80, правильно. Порт 80. Но, так как наш компьютер к нему обращается, наш компьютер же не обязан какой-то определенный порт выбирать. Мы берем просто порт произвольно из пула портов, которые находятся больше, чем 1024. Ну, в смысле, по значению просто, да. Совершенно любой, там, мы можем выбрать, ну, вот как на картинке, например, 6711 порт мы выбрали. Дальше у нас здесь есть какой-то IP-адрес, там, 192.168.1.1 у этого компьютера, например, да. Одинничка. А здесь, например, 1.2 у сервера. Соответственно, мы делаем запрос к серверу, ну, так, совершенно упрощенно, да. Соответственно, что у нас здесь появляется? У нас здесь появляется понятие сокет. Понятие сокет, оно тоже, наверное, все помнят уже. Это как, сокет, это как-то, это IP-адрес и порт, да. Для нашего компьютера сокет будет какой? 192.168.1.1.67.11. Для сервера будет 1.2.80. Соответственно, мы что делаем? Мы подконнектились к серверу. Сервер там что-то нам отвечает, он отвечает нам по этому сокету. Правильно? Когда пакет приходит на компьютер, он видит, что вот этот вот порт сгенерирован браузером и передает информацию в браузер. Что? Нет, 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 нет. Фишка-то в чем у нас? Если у нас будет много портов, много компьютеров, которые обращаются к этому серверу, как он определяет? Он определяет по сокетам. Да, да, да. Да, да, да. Именно даже не просто по IP-адресу, не просто по порту по какому-то, да, именно как IP-адрес и порт, сокет. Соответственно, смотрите, что у нас получается. Получается интересная вещь. Если у нас здесь вот этот, у нас что-то, Cisco комнат, ну, пример, да, у нас здесь адрес внешний 200.1.1.1, два порта, два IP-шника, соответственно, компьютер какой-то открывает также браузер Chrome, там, да, этот открыл браузер Firefox, например, и оба они что-то там, ну, не знаю, кто-нибудь проводит лекцию, да, и говорит, препод говорит, зайдите на сайт Cisco.com и посмотрите что-нибудь там, какую-то информацию. Что у нас происходит? У нас происходит вот этот вот пат, если у нас настроен пат, конечно, я сейчас про пат рассказываю. Получается, что сгенерировался сокет 67.11, на втором сгенерировался сокет IP-шник и портпись 15.36. он превратился в IP-адрес одинаковый у них, но порты разные. Соответственно, мы с этих двух компьютеров обращаемся к одному и тому же серверу, и за счет того, что сокеты, вот эта вот цельная запись, она разная, компьютер понимает, фу, сервер понимает, да, что у нас это совершенно разные клиенты. За счет этого он отвечает им два раза, каждому клиенту отдельно. Соответственно, здесь на нашем маршруизаторе происходит обратное действие, превращение этого сокета с публичным IP-адресом в приватный IP-адрес. Вроде все хорошо, все красиво, прикольно, но ни у кого не возникло вопроса какого-нибудь в связи с тем, что у нас как бы вот столько вот всего портов. На самом деле у нас же компьютер, когда коннектится к серверу, даже просто к самому простому серверу, он же делает много обращений в интернет, он делает обращение к DNS-серверу, ну как минимум. На нашем серваке на Cisco.com по-любому лежат там целая куча ссылочек на какие-нибудь другие серваки. Соответственно, ему также надо открывать сокет, генерировать сокет, обращаться к тем сервакам. Соответственно, он открывает еще порты. И у нас на одном компьютере может использоваться просто огромное количество портов. Что здесь, что здесь. И по идее у нас есть вероятность 65535, что у нас порты пересекутся. Что у нас внезапно вот этот вот компьютер и этот компьютер откроют один и тот же порт. Вот, вот. На самом деле ничего страшного не произойдет. Нет. Просто чуваки, когда делали пат, они об этом подумали, что, ну, как бы, может быть такая вероятность. Вероятность низкая, конечно, не знаю. Нет, вероятность низкая, но она же может быть такая вероятность, и они об этом подумали. Соответственно, что у нас будет? У нас будет, если здесь, ну, к примеру, 6711, и второй компьютер тоже так же генерирует не такую вот, а тоже 6711 у него порт. Соответственно, они же будут все равно к нашему маршратору обращаться по очереди. Допустим, сначала этот обращается, потом этот. Соответственно, наш маршратор сделал вот эту вот вещь, 6711 отдал. Дальше такой смотрит. Ух ты, ё-моё, 6711. А здесь 67 тоже 11. Ну, он же не может, что это, что за фигня. Очень просто, он дает ему порт следующий. Ну, или следующий, обычно как-то выдается следующий по, ну, просто по значению. И значит, ему выдается 6712 порт. Не знаю, приложение же слушает 6711. Да, приложение слушает 6711. Этому выдал 6712. Соответственно, у нас что получается, да, что у нас отсюда выходит запрос к серверу с сокетом 200.1.1.1.67.12. Сервер будет отвечать вот на этот вот сокет, на 6712. Наш маршрутизатор поймет, что сокет 67, ну, вот этот вот сокет с этим, как его, портом соответствует вот этому айпишнику с таким портом, просто переделает и все. И дальше он пойдет как обычно. Все будет зашибись. Это уже зависит от маршрутизатора. Сколько он сможет выдержать, да. Соответственно, понятно, да, что там какие-то домашние маршрутизаторы, они там, ну, поэтому и говорят, что... Ну, да, 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 что там... Да, ну, просто видите, вот, кстати, хороший вопрос. Почему еще у нас, если у нас много компьютеров, там, да, в организации он же может быть, ну, здесь два, там, там, 10, 20, 30, там, тысяча, там, компьютеров. Еще дело в том, что, во-первых, маршрутизатор просто, ну, просто можно более мощный поставить, да. Во-вторых, у нас это соединение-то, оно не постоянно. У нас же есть так называемый тайм-аут, да, когда он, допустим, мы обратились к DNS-серверу, мы получили ответ от DNS-сервера, там, ну, вот этот сокет-то. Все, мы получили, ну, по UDP обращаемся, да, помните? Соответственно, все, обратились, получили ответ, тайм-аут проходит, сокет закрывается. Зачем нам? Нам его не надо держать открытым постоянно. Соответственно, как раз благодаря тому, что у нас тайм-ауты, у нас эта таблица постоянно убывает. Вот, я там, нет, наверное, интернетов нету, не покажу. Вот еще за счет этого, за счет тайм-аутов. Подожди, подожди, надо стрелочку дорисовать. Так, на чем мы остановились? На тайм-аутах. Давайте, давайте посмотрим, не знаю, пример, что ли. Что там? Я вот приготовил, на самом деле... А, вот еще. Про патт я рассказал. Про статик над. Чуть-чуть тоже поподробнее расскажу. Ну, так, вкратце, но немножечко поподробнее тоже. Смотрите, статик над. У нас может быть несколько IP-адресов внешних, да, белых так называемых. Мы хотим... Что делать? То же самое. Мы хотим транслировать такие же IP-шники. Мы транслируем в интернет. В принципе, все то же самое. С портами у нас происходит то же самое. Но мы можем при статическом наде статически задать, что вот этот вот IP-шник транслируй-ка мне вот в этот вот IP-шник. Для чего это может быть нужно? Для того, чтобы мы... Если с интернета к нам кто-то обращается, вот на 1.2, откуда-то извне, он сразу попадает на этот, на 1.51. Или, к примеру, если у нас вот здесь вот будет, не знаю, там, mail-сервер. Mail. Так, каракули мои. Ну, вот 1.51 — это mail-сервер, например. Мы можем что сделать? Мы можем сделать что? Полностью IP-адреса соответственно. Да? Но мы же можем как указать? Мы можем... Mail-сервер на каких протоколах работает? Кто помнит? Что там используют? Да. SMTP, POP3 и IMAP. Соответственно, вот эти вот мы можем прокидывать, чтобы полностью этот IP-шник... Ну, как сказать? Может, наверное, можно так выразить, чтобы IP-шник не занимать весь. Это не проброс портов. Ну, как бы это проброс портов, но это называется по-хорошему статик-наб. Как бы статически ты прописываешь, что вот эти вот, соответственно, вот этих вот портов, там, 25-й порт здесь, а 25-му порту здесь. Вот. И также остальные порты. И при этом вот на этот же IP-шник, да, мы можем также назначить какой-нибудь там, вот так вот, ну, там, 1, 2, там, этот, 80, например, да, и прокидывать его не на 1,51, а на 1,50, если у нас там 1,50, это наш этот сервак, веб-сервер какой-то, да, и будет соответствие там 1,50, выточие 80. Ну, примерно понятно, да? Вот это вот статик, так называемый. Посмотрим, давайте примерчик, посмотрим примерчик настройки. Я сегодня подготовил, ну, как бы, как сказать, интернетов нету, верталку я не успел поднять, подготовить, да, сейчас попробуем извратиться, заодно интересненько посмотреть, как работает NAT. Сейчас, как он там, GNS3. Попробуем пару интересных команд, может быть, узнаете. Так, файл, open, NAT. Заодно расскажете мне, как, как работает. Ну, такая топология. Ну, просто, просто пример самой минимальной конфигурации, да, как будто у нас здесь вот домашняя наша сеть, у нас там, ну, может быть, несколько компьютеров. Здесь публичный наш провайдер, там, ISP, который по-английски называется. IP-шник может быть нам выдан вообще совершенно любым способом по DHCP или статический мы прописываем себе. Здесь то же самое, я ничего не настраивал каких-то всяких DHCP, ничего, просто статикой все выдал. Смотрите, прежде всего, чтобы настроить NAT, чтобы настроить NAT, нам надо идти на машинтеатр. Логично. А, блин, у меня опять сейчас сделаю нормальный терминал. Терминал, терминал. Сейчас немножко настроюсь. Так, ну, примерно видно, да? Видно? А так, а так не видно. Вот, вот так. Настройка. Настройка NAT. Настройка… Для настройки NAT, вы помните, ну, кто был на прошлых лекциях, помнит, ну, может быть, кто-то знает, что у нас тоже используется так называемая ACL. ACL, аксесс-контрол-листы. Я много про них говорил, целых только три лекции посвятил им, да? Что аксесс-листы вообще, ну, еще раз повторюсь вкратце, что они используются просто для выборки трафика. Да, мы можем аксесс-листом выбрать какой-то определенный трафик, все равно какой, по каким-то определенным параметрам. Вот, и уже с ним что-то делать. Соответственно, почему бы нам с помощью аксесс-листа не выбрать трафик наших с айпишниками из внутренней сети, да? И что-то с этим трафиком делать. Смотрите, получается, чтобы настроить NAT… Нам нужно произвести всего лишь по фактору три действия, как обычно. Нам надо, первое, как и при настройке ACL, да, и вообще этих аксесс-контрол-листов, нам надо выбрать входящие и исходящие интерфейсы. Откуда, куда мы будем транслировать. IN и OUT. Соответственно… Я не понял вопроса. Мы NAT настраиваем. Ну, может быть. Но это немножко другое. Смотрите. При настройке NAT, понятное дело, что нам надо указать… plantation должен понимать, откуда, какие айпишники мы должны транслировать, да, мы же можем сказать, транслируй вот эти айпишники вот в эти айпишники, да. Или мы можем захотеть наоборот, может быть у нас внутренняя сеть вот здесь вот находится, а здесь внешняя сеть, да, чтобы вот эти в эти транслировать. И мы надо указать. Соответственно, IN интерфейс входящий будет вот этот для него, а исходящий будет вот этот. Ну, это логично. Но мы должны все равно это указать руками. Второе. Мы должны определить наши исходящие IP-адреса. Out IP addresses. IP-адреса, которые мы хотим NAT-ить по факту. Но это вот они и есть, вот эти IP-адреса. Мы их выбираем как раз на втором пункте, у нас появляется ACL. Что мы выбираем их с помощью ACL. Третий пункт настройки NAT-а. Соответственно, откуда-куда NAT-ить. То же самое. Ну то есть мы, если мы здесь, в первом пункте мы просто указали, что вот этот интерфейс у нас IN, а этот интерфейс OUT. Я сейчас покажу еще на примере. То есть мы просто указываем, что этот интерфейс OUT. Все, там особо настройок нет. Но в третьем пункте мы должны как раз и указать, что откуда NAT-ить. И здесь мы указываем, что давайте NAT-ить вот эти вот IP-адреса, которые мы здесь выбрали. И NAT-ить вот в те IP-адреса. И еще как NAT-ить. Соответственно, не знаю, как это написать. Что, куда. Не знаю. Сейчас буду показывать пример, будет более понятно, наверное, да. Смотрите. Где наш маркетизатор? R1. Посмотрим IP-шники. IP, интерфейс, show IP, интерфейс, бриф. Два интерфейса. Внутренний, так называемый, да, там 1.1. И внешний. Я его статикой задал, просто 153.6. Ну, просто, просто, чтобы что-то показать вам, да. Соответственно, идем к CONF. Идем на интерфейс FAS Ethernet 0.0. IP-интерфейс. Нет. IP. NAT. Смотрите, да. Inside, Outside. Это у нас Inside. Все. Идем на второй интерфейс, который у нас 0.1. IP NAT. Outside. Ну. Указали. Первый пункт выполнили. Дальше. Определить наши исходящие IP-адреса. Создаем access-лист. IP. Access-лист. Для NAT-ов используется стандартный access-лист. Можем его как-нибудь обозвать NAT, например. И указываем, что мы хотим 192, 168. Что там у нас? 1.0. Да. И маска обратная. 0.0.0. 25. Все. Создали. Можно посмотреть. Вот он, наш access-лист. Крупнее. То есть, с помощью этого access-листа мы ничего не делаем. Мы только определяем, да, выбираем вот эту вот нашу сеть. Теперь будет поинтереснее. Настройка, именно третий пункт, откуда и куда NAT-ится. IP NAT Inside Source Мы указываем Source, то есть, что? Откуда? Source-лист, потому что мы access-лист используем. Указываем NAT, наш access-лист. Указываем интерфейс, куда мы будем NAT-ить. Мы NAT-им на интерфейс, потому что, ну, мы настраиваем у нас, ну, мы патт сейчас будем, да, настраивать. Соответственно, мы используем просто один интерфейс. По идее, там можно было, может быть, здесь будет видно. Да, пул мы можем использовать, да, когда у нас динамик NAT получится. А, либо мы можем использовать интерфейс. Соответственно, интерфейс у нас fastEthernet 0.1. И А? А, вот так. Да, не 0. 0.1. Смотрите. Вот если мы так напишем команду. А? Да, ты прав. Смотри, я просто показать хотел. Если мы напишем вот так вот команду, NAT будет работать. Мы включили NAT, мы выполнили все три условия. Мы указали IP-шник, inside, outside. Мы выбрали наши IP-адреса. Мы указали, что куда NAT-ить. Да, что и inside, вот этот вот NAT, NAT-ить на интерфейс fastEthernet 0.1. Он будет работать только для одного IP-адреса, который у нас там есть. Чтобы у нас работал как раз патт, нам надо… Он будет жестко… Для первого, для IP-шника, он будет жестко транслировать один IP-шник в другой. Первый к нему обратится. Чтобы он не будет работать. Соответственно, если что, мы хотим… А, подождите, нам надо сначала его вырубить. Ой, сейчас. Написать, наверное, no. Ну, вы помните, удаление, да, это no просто, команда. И нам надо дописать overload. Вот так. Нет, ничего не надо. Все, мы добавили просто overload. И здесь он будет работать просто для всех IP-адресов. Средизационной NAT-ы? Show IP. NAT, может быть? Не знаю. Show IP. А, это транслируемые IP-адреса. NVI, это что такое? NVI. Statistics. Статистики у нас нет. Ну, вот, кстати, да, show IP. Просто show NAT. Нет. Ну, это, скорее всего, надо show... show running-config какой-нибудь и сделать ему так, нет, как он пишется. Все зависло. А, вот. Мы выцепили из нашего running-config, мы выцепили, что у нас IP-на-то inside, anti-no-side, и вот он, вот наше правило. Из ранее на конфига мы посмотрели. Так. Так, 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 IP-адреса мы сделали. А, NAT мы включили, но мы не проверили до этого-то, да, что... Давайте мы его выключим. Сделаем no. И посмотрим, что у нас ни хрена не работает. Без НАТО-то. No. А, потому что видишь, ты не увидел, потому что здесь видишь, у нас это... Команды, ну, слишком длинная строка, и она немножко сложилась. Это вот символ доллара говорит, что у нас, типа, слева еще что-то есть. Так, давайте сделаем, знаете что, пойдем на этот комп. Ну, как бы, эмуляция, эмуляция нам по... По факту, на самом деле, тоже, может, изиатр такой же, просто картиночка другая. Сделаем пинг вот этого нашего... Зачем я его открыл? А, ну, пускай будет. Нашего облака, нашего провайдерского интерфейса. Show IP interface brief. Видно примеров что-то, да? PC1, делаем пинг. Давайте сначала пинганем вообще наш этот шлюз по умолчанию для PC1. Это вот это вот получается, да? AR1, интерфейс 1.1, который будет. 192, 168, 1.1. Success. Ну, шлюз пингуется, все нормально. Давайте попробуем дальше, что за маршрутизатором пингануть. Ни хрена не происходит. Почему у нас ни хрена не происходит? А? Да, да, да. Смотрите, вот, вот, тоже вот вопрос. По идее, правильно, ну, че, скакал. Смотрите, вот вопрос, вопрос, наверное, к вам вопрос. Смотрите, когда мы получаем вот этот вот PC1, получает по DHCP или статикой мы прописываем настройки, мы обычно указываем, что шлюз по умолчанию. Правильно? Соответственно, сейчас я даже нарисую. Он знает, что все пакеты надо слать на шлюз по умолчанию вот сюда. То есть он отсылает сюда. R1, когда получает от провайдера настройки по DHCP или тоже статикой мы прописываем, мы обычно прописываем шлюз по умолчанию то же самое. Ну, или получаем, или прописываем, да? То есть R1 знает, что нам шлюз по умолчанию, это вот этот IP-шник, который нам, ну, IP-шник, который нам сказал провайдер. Мы, в принципе, вбиваем его просто в шлюз и все. Здесь он 153, R1 у меня. Вопрос, почему, если этот знает, куда отправлять, этот знает, куда отправлять. Мы отправляем пинги с PC1 на вот этот вот IP-шник, он не знает, ну, пинги не ходят. Почему они не ходят? Нет, ну, какая внутренняя маршрута, если у тебя прописано здесь, у тебя маршрут по умолчанию, вот у тебя, у нас один компьютер, один маршрутатор, одно облако, вот это один IP-шник, вот этот вот. У тебя здесь прописано и здесь прописано. Жестко как бы, да, он говорит, это отправляй сюда, все. Я тебе говорю, у него есть маршрут. Дефалт гитвей же есть. Что, типа, отправлять все пакеты туда. Почему он, нет, я не настраивал. Может быть, да, тоже вариант, что провайдер вот на этом вот, вот здесь вот он режет. Но он режет что он? Ну, может, да. Но это, ну, я не настраивал, скажу так. Почему? Почему обратно? Почему? Нету никаких фейерволов, ничего вообще нету здесь. Ну, мы пингуем, мы пингуем вот с этого компьютера вот сюда, давай мы пингуем. А мы не знаем. Можно попробовать посмотреть. Так, и что? Ну, блин, у нас в обоих сетях прописано, что этот шлет, этот шлет, все, маршрут-то есть. Так, R2-то не может присылать в этот приватный, не знает где-то он. Он, правильно, он не знает. R2-то не знает, провайдер-то не знает. Мы не можем, мы ему не анонсируем. Маршрут-то отсюда-то сюда мы прописали, и отсюда-сюда мы дефолт гитвей прописали. Провайдер не знает, что наша внутренняя сетка, вот эта вот, он вообще ничего не знает, что у нас там внутри, и он не знает, что у нас есть вообще такая сеть. Смотри, смотри, я тебе показываю. Давай, R2-клющим R2. Так, где у меня R2? Сейчас, сейчас, сейчас. Я вот как раз экспериментировал, чтобы нам посмотреть, чтобы нам увидеть вообще эти IP-шники. Надо включить дебаг. Дебаг ACMP пакетов. Ну, мы все подряд не будем включать. Ну, из прошлой лекции повторю, что на боевых маршрутизаторах дебаг лучше не включать, ну, в смысле, полностью. Можно написать дебаг IP. У нас может вообще повиснуть нахрен все. Он не выдержит. Лучше какой-нибудь сделать ACL, да, или дебаг определенных пакетов. Дебаг IP ACMP. Пинги, помните, да, что это ACMP? Да-да-да. Дебагинг он. Так, идем на PC1. Где у нас PC1? Этот. Смотрите. Так, чтобы видно было. Как-нибудь. Как-нибудь вот так. А этот как-нибудь. А этот как-нибудь. Я все сломал. А, это мною. 153.1. Внутренний? Пингуются. 1.1. Пингуются. Show IP Road. А, я, наверное, подожди. Там. А, у меня этот не прописан. IP Road сейчас. IP Road. Ну что? А, кон. Смотри. Нету gateway or last resort, но... Да, смотри. Смотри, смотри. Мы можем написать, что? IP Road, все пакетики, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Отправлять на 192, 168. Ну, хотя он его и так не давал. Ну, на всякий случай еще прописан. Наверное, на R1, скорее всего. На R1. Смотри, смотри. Так, где он? Нет, на R1. На R1, он же будет знать, где же будут привезти, где не дороги. Show IP Road. А, static, все, via 153.1. Ну-ка, давай, подожди. Или я там то, что начал уже настраивать, и он поэтому не хочет. О, 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 пошло. Потому что у нас был, смотрите, вот здесь вот, directly connected вот эта вот сеть. Соответственно, он, все, что в своей сети, он может пинговать. Все, что в другой сети, он просто говорит, я не знаю вообще, что это за сеть, как бы, куда это девать. А так как мы ему сейчас прописали, вот этот вот road, что все пакеты отправляют на 1.1, пакеты доходят до R1, ну, как я и рисовал, default gateway, вот это вот мы прописали. На R1 у меня прописан маршрут, я его сохранил, я, видимо, просто забыл. Давай на R2, первый, написи первый. Смотри. Нет, 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 смотри, вопрос. С маршрутом, конечно, он будет пересылать. Не пингуется, все равно не пингуется. Вот, вопрос-то был в том, что обратно не возвращается. Я же тебе так вначале и говорил, что маршрут и там, и там парашют есть, но он все равно не пингуется. Правильно, обратного маршрута нету, он не может его обратно отправить, видишь? И смотри, соль-то в чем вся. Я сейчас покажу, ну, как бы, как он выглядит-то. Мы идем на R2, мы видим вот это вот, вот наш этот, ICMP Echo Reply. Он приходит, Source, это вот наш, а Destination 1.2. Мы пытаемся послать от нас, 153.1, ну, как бы ответы мы шлем, да, на Destination 1.2, но мы о нем не знаем. 1.2 это наш PC. То есть вы поняли, да, что мы прошли через этот маршрутизатор, потому что здесь дефолт гитвей, здесь дефолт гитвей вот здесь вот. Мы прошли 1.2 это здесь, 1.1 здесь, и здесь вообще какой-то там 153.6 у меня прописано. Да, и досюда дошло с IPшником от PC1. Поняли прикол? Что здесь 1.2. То есть это приватный адрес? А? Да, приватный адрес дошел до внешней сети. Что как этот IPшник, он прошел отсюда, 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 сюда, и здесь у нас тоже 1.2. И он пытается отвечать на IPшник вот этот на 162, да, 192.168.1.2, но он просто не знает, у него нет маршрута, поэтому он не может на него ответить. Смотрите, сейчас посмотрим, включим NAT и посмотрим, что у нас произойдет. Как раз вот здесь мы сейчас увидим. Так, C1, R1, CONF-T, и что там у нас? Мы там писали NO, наверное, да? Мы же... Еще вверх. А, точно, да. Точняк, ладно, ну, бывает. Короче, вот. Включили NAT. Чему не включили-то? Длинная была, когда было NO. Включили NAT. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит. Вообще-то так. Пингита, пингита. Ого! Все забегало. Пингита, заходили. Покажу дебаг. Конечно, покажу. Легко. Это я могу. Р2. Р2. Смотрите-ка, что у нас происходит. Что у нас было до этого, а что у нас теперь стало. Вот мы два раза, вот он, как раз, две кучки мы отправляем. Destination-то у нас теперь 153.6. Поняли прикол? 153.6 это уже, это вот этот вот IP-шник. Вот этот. А так как этот IP-шник и этот IP-шник в одной сети, он, конечно, знает, куда отправлять. Соответственно, у нас отсюда-сюда-сюда-сюда дошло. Он там хоп, ему отвечает. Все, зашибись. Сделали NAT. Можно посмотреть, что он там на PC. Нет, не на PC. На вот здесь. На R1, да. Это show, IP, NAT, что-то там, statistics, что-нибудь увидим, наверное. Вот он, да. Пакетов вообще всего там. Мы 20 потранслировали, что-то там. ID.3, access list, NAT. Что-то тут видим, что наш access list применялся. Соответственно, translations можно посмотреть. Нет у нас translations. Почему? А, да. Как раз вот это, потому что у нас... А мы, может быть, вообще его не увидим. Подождите, сейчас. О. Это вот о чем я говорил. Порты. Смотрите. Видите, тут такие у нас появились. Непонятные какие-то inside global, inside local. Что-то такое вообще, да. Во-первых, еще раз посмотрим. А, еще есть. Сейчас он должен сдохнуть. Ну, давай, да, потаймал. Или не должен. Ну, давай. Ну, ладно, я пока расскажу. Смотрите. Это еще одно... Ну, еще одна как-то. Типа аббревиатура. Типа того, ну, как еще все эти айпишники обзывают. Ну, просто все по-разному. У нас вообще, на самом деле, в нашем российском сленге, да, там, там, ну, свои всякие, любим использовать словечки, вот. Ну, как бы стандартные названия все равно надо знать. Смотрите, что у нас есть. У нас есть inside local и outside local, да. У нас есть, смотрите, inside local. А, где эта фигня? А, я на кастрюлю. Сейчас. PC1. Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Неудобно с этой фигней. R2, R1. Вот, смотрите, у нас есть inside global. Что такое вообще inside? Inside это то, что IP-адрес, который принадлежит нам. IP-шник, которым мы управляем. Даже при том, что вот этот вот 153.6, он как бы, как бы, по факту, он не наш. Он не из приватного адресного пространства, да. То, что нам выдал провайдер, ну, там, динамический или статический, или мы купили у него, пофигу. Но то, что, видимо, мы им управляем, поэтому называется inside global. Global – это значит, что он виден локально. О, глобально. Ну, это как, ну, белый. Соответственно, inside local – то же самое. Inside – это значит наш. Local – это значит, что локальная сеть. Inside local – это вот все IP-шники, которые в нашей локальной сети. А outside local у нас еще есть. Outside говорит о том, что это не наши IP-шники, что это IP-шники какого-то провайдера или, ну, вообще где-то в интернете. И еще есть outside global. На самом деле, по факту обычно outside global и local, они обычно одинаковые. Ну, его можно как-то заставить, чтобы они были разные, там, специальные, ну, как-то, специальные случаи, да, есть такие, когда они разные. Но обычно стандартные, они одинаковые. Ну, вот. Соответственно, наверное, вот оно и все. Ну, что он тут тут? Отвалился он? О, смотрите, отвалился. Уже ничего не показывает нам вывод. Время по дефолту. Время по дефолту. Время по дефолту, да. По тайм-ауту соединение пропадает просто, да, и все, оно вычищает. Это вот как бы, как-то, типа, такое дополнение к НАТО. Ну, не дополнение к НАТО, а просто из-за того, что у нас есть тайм-аут, да, соответственно, это вот один маленький плюсик к тому, что мы можем использовать НАТО. И вообще, на самом деле, даже при том, что сейчас у нас IPv6 внедряется, там, да, во всю, там, ну, блин, НАТО все равно никуда не денется. Потому что у нас, во-первых, слишком много IPv4 адресов, ну, в смысле, локальных, как бы, да, серых. У нас уже используют, уже сеть сетей понастроена, да, но у IPv6 все равно, я думаю, что они будут использоваться даже НАТО, там, за НАТО, в смысле НАТО, в смысле НАТО, НАТО не будет НАТО, почему не будет. Потому что, а? Чтобы мы могли сами рулить, как захотим. Ну, вот. В общем, на самом деле на этом все. Что я хотел рассказать. Вот. Ну, блин, сколько успел, столько рассказал. Столько подготовился. Вот. Вообще, на самом деле, сейчас планирую потихоньку закругляться сетями, да, там, может быть, еще 2-3 темы расскажу. Там вот как раз про IPv6 хочу рассказать, там, Олег просил про BGP рассказать, и, может быть, еще там парочку. Вот, и дальше уже буду про Linux. Просто я хотел параллельно мутить по Linux, у сети, да, ну, в сумме.